Всем привет, с вами группа Озер с Крестлинг Энтертеймент и с вами Максон. Мы продолжаем играть Дорогу на Росломанию за Крис Альжерико и это пятая часть, юбилейная. Я надеюсь, что она будет последняя, по крайней мере, как-то так вот хочется. У нас сегодня Мондонайт Ро и нужно запомнить, что это 11-я неделя, потому что нам на этой самой неделе нужно сделать одну вещицу. Так, ну сначала видим, что нам что-то здесь, нужно сделать с кем-то поговорить. Шон. Так, а что в задании поговорить с Антино? А, ну понятно. Если вы не хотите выйти из моего места, Шон, ваши патетические игры уже не так долго. Я имею в правильной руке, что Хэнтерт будет вернуться к тебе скоро. Но для сейчас, вы должны с вами подчеркнуть. Я увидел вас в риме. Вот это с Антино, с которым нам нужно поговорить. Да, уж, Сантино жжет. Много замысловатые слова, и я не хочу путаться. В общем, единственное, что я понял, что Сантин попросил помощи в матче с Биг Шоу. Он попросил сделать мне брек-код, хотя имел в виду код-брекер. Ну, в общем, забавно этот Сантин, а мы с ним поговорили, мы сделали свое дело. Нам осталось ждать саму Руслманию, в общем, для того, чтобы открыть Рики Стимбот. Как-то больше нам ничего не нужно будет сделать в этой мании, в этой дороге на манию. В общем, переходим к бою. Это, видимо, бой будет против Шона Майклса, который собрался мстить за своего друга, можно сказать, почти как брата Хантера Херст Хелмсли, точнее игрока, точнее Трипалэша. Помочь Сантино выиграть нужно нам, судя по заголовку этого задания, Так, провести нужно, я так понял, один финишер. Ага, и также, если рефери увидит вашу атаку, Биг Шоу будет дисквалифицирован, и Сантино проиграет. В общем, нам нужно еще как-то вырубить рефери, а как нам это сделать, я не могу понять. Так, вот сейчас играю не я, вот это я. Вот он, я выбежал, и как, как, ага, Сантино сейчас будет отвлекать. Рефери, а я... Нет-нет-нет, смотрите, я не трогаю Джерико, ой, точнее Биг Шоу. Сантино плохо отвлекает, если честно. Вот-вот-вот, это шанс. Кодбрейкер. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Все, я убежал. Мое задание сделано, и я провел один кодбрейкер. А может быть мне нужно убежать в другую сторону, судя по тому, что рефери по-прежнему отвлекает Сантино Морелло. Ну вот я убежал сюда. Ага, реф продолжает вести отчет. Меня как и не было. Блин. Нужно где-то спрятаться. Биг Шоу идет сюда. Так, что-то непонятное. Видимо, я не там вылез. Вылезти решил. Если я сейчас сделаю здесь кодбрейкер, то дисквалифицируют Сантино. Отвали. Биг Шоу Терминатора, он за мной ходит. Но мне кажется, вот нам нужно слить сюда, может быть. Слиться. Ничего не делает. Ай-яй-яй, наверное, надо было поддержать там Биг Шоу. Хотя нет, смотрите, он вышел на ринг и упал просто. Сантино сейчас делает свою работу. Ну, собственно, я свою тоже, видимо, сделал. Только я не знаю... А, ну хотя нет. Все-таки причина помогать Сантино есть. Биг Шоу ведь решил нам мстить. Ну а мы таким скритным образом помогли Сантино и отомстили Биг Шоу. Месси на месте у нас тут творится. В общем, миссия выполнена. Сантин победил, ну круто. Ну, а теперь, я думаю, ждет наш матч. Хотя нет, видимо, сейчас будет какая-то заставка. Походу, сейчас будет нас сгасить Биг Шоу. Может быть, я ошибаюсь. А нет, вот и наш бой. Нужно перейти просто к нему. Так. Вот. Против Шона Майклса, да. Матч со столами. То, что мы любим. Еще попробуем что-нибудь замутить. Начинаем с Инзигири. Ну, одного стало мало. Я хочу на два швырнуть Шона Майклса. Но мало ли что я хочу, но все-таки так будет красивее или круче. Я не знаю, как лучше это будет звучать. В общем, прыгнем сначала вот так дропкиком. Неплохим от Крисса Джерико. Пойдем с этой стороны возьмем столик. У нас их много, в общем-то. Да. Никогда мне не везло в этом сторилайне попасть нормально с прыжка за пределы ринга. Ну, блин, видим, что я уже начинаю медленно бегать. Так, еще. Еще здесь поставим столы. Блин, нас не пускает чуть-чуть. Туда вот. Ну, Шон, если так собрался разбить мной стол, то это очень тупо. Потому что это самое не очень интересное. Разбитие стола, которое только может быть в этой игре. Я имею ввиду поставить стол в угол и кинуть туда соперника, а затем провести суплекс. Ну, как-то не очень это интересненько выглядит. Я, видите, даже добежать до канатов не могу. Динверсировать бы, желательно было бы. Ну, блин, если сейчас тупо разобьет стол, то это будет очень тупо-тупо-тупо. Видите, как я умею. Вот вам, пожалуйста, еще один глюк в этой замечательной игре. Тут мне один участник наш написал, что он, возможно, если будет время, скинет мне название матчей, где были глюки и все такое. Ну, я уже постараюсь и скачаю эти видосы и нарежу, собственно, видео с глюками. Вот вам привет передает КТ. Кстати, вот сейчас 1 сентября записываю, но видео я выложу явно второго, потому что сегодня я уже выложил четвертую часть. Ну, к чему я это все говорю? Ну, к тому, что, типа, 1 сентября и все дела. Кого-то нужно поздравить, кому-то это безразлично. В общем, и хочу сказать одну ищицу, что если это будет часть последняя, то она будет передперерывной, так сказать, потому что первый месяц, наверное, может быть, первое время я буду стараться, ну, блин, как сказать, в общем, я буду учиться. Мне нужно осваиваться в институте. Понимаю, если бы я был в школе, я бы записывал видосы чаще, ну, потому что школа есть школа, институт есть институт. И первый курс это не шуточки, здесь нужно, как бы, ну, блин, лучше не халявить, короче, иначе будет задница, и потом еще куда-нибудь в армию уйду, и не будет вообще год видосов. Но, в общем, будет небольшой перерыв, я вас предупреждаю заранее, так что извините, ну, и тем более, что мне так кажется, что сейчас мало меня вообще кто смотрит, только избранные, кому делать нечего, да и сейчас и у вас будет учеба, поэтому потратите лучше время на учебу, и затем уже будем вместе развлекаться и пировать. Поэтому такое дело. Как вы знаете, у меня должна появиться видеокарта, уже сколько я об этом твержу, много, но примерно 8-го числа она у меня будет. Мы договорились с Антоном, админом нашей группы, он поехал учиться просто в Екатеринбург, и там он мне приобретет эту самую видеокарту. Деньги я ему, естественно, отдал, но это не важно. В общем, как выйдет видеокарта, точнее, как я заполучу эту видеокарту, я, возможно, запишу какое-нибудь видео с компьютером. Вообще, я планирую Слендер, который, я знаю, уже дофига видео, вы можете мне написать, типа, да нафиг надо, Макс лучше не делай этого, и так уже дофига видео этим Слендером забито, но мне все-таки хочется самому записать, и как бы, ну, может кому-то будет интересно все-таки разнообразней. Кто не знает, Слендер это инди-хоррор, такой страшилочка, но, в общем, я вчера начал играть, первый раз вот скачал, и, честно сказать, я чуть не наложил в штаны. Может кто-то сказать, что это фигня, не страшно, но я точно так же думал перед тем, как не поиграл еще в эту игру. В общем, ну его нафиг, но все-таки записать я хочу, и причем записать с веб-камеры, то есть будут и звуки из игры, и мои комментарии, и вы будете видеть меня, ну, как это делал Александр Токарев, но я беру пример не с него, так же, как он не сам это все дело придумал, естественно, это все дело летсплееров. Не знаю, кто начал первым летсплеить, но я наслушан на Юзи, Неседове, но Неседов слышал на последнее. Ну, тоже за кем-то повторял, так же, как и Илья Мэдисон, ну, в общем, ладно. Это крутые чувачки, я думаю, вы их все знаете. Ну, не об этом суть. Короче, будет небольшой перерывчик, возможно, будет Слендер, и опять, ну, перерыв. Просто я не хочу жертвовать учебой, мне нужно будет пока освоиться, пока что, и сегодня просто, вот, 1 сентября была сходочка, все дела, ну, как всегда это бывает в институте, и, блин, не знаю, нас так как-то запугали, что будет задница, и лучше не халявить. Ну, я, естественно, понимаю это сам, и постараюсь не халявить. В общем, я надеюсь, вы меня поймете, что, когда, короче, не будет видео. Но, конечно же, как выйдет WDB13, я буду записывать видео, не переживайте, все будет. И, кстати, принял я все-таки решение насчет темы, ну, вот мне написал парень, который, кстати, и хотел нарезать видео, с забавными моментами. Ну, и, в общем, я, наверное, создам новую тему с заказами на бои, ну, потому что вот это 11, и там, блин, слишком она засоренная, и мне проще будет создать новую. А вообще, я думаю, не создавать тему, или не знаю, как сделать, а просто записывать бои, тем, точнее, будут выбирать бои те, кто выигрывает конкурсы, как это давно уже мне предлагали, и как мы уже в последнее время и практикуем, потому что я практически не записываю видео с этой темой, в общем. Поэтому, я не знаю, нужно ли ее оставлять вообще, там, тем более, много не очень интересных видео, и проще создать новую, либо, опять-таки, повторюсь, не создавать ничего, а просто на заказы делать будет видео. Я не знаю, что там будет, будет ли какой-нибудь юниверс, там, WDB13, или что-то типа того, поэтому я не знаю, как я буду играть там, как выбирать бои, но я помню обязательно всегда, что первый бой я обещал записать за Хита Слейтера, он будет. Так что не переживайте, ну, конечно же, если Хит будет изначально в игре, но мне писали очень много, что, так как он был в 12-й сразу открыт, значит, будет и открыт сразу в 13-й. Ну, поглядим, в общем, попробуем сейчас скинуть Шона на стол. Отлично. Ну, я думаю, это красиво, вот Шон воспользовался читерством Микофолии, воспользовался его возможностью и телепортнулся снизу вверх. И было бы красивее, конечно, если была другая камера, и мы увидели, как Шон улетел на стол, и как была первый раз камера, когда Шон не долетел. В общем, мы сделали свою задачу, скинули Шона на стол, ему не очень хорошо, но мы победили, и, походу, нас ждет матч на Рассулмании. Только я не знаю, с кем стриплом восстановится ли он, либо Шоном Майклсом, который прихватился спасать друга, ну, мстить, в общем, за друга. Но пока у нас не Рассулмания, а город Лос-Анджелес, в котором проходит очередной рот. 12-я неделя, ну, нам уже можно не париться с неделями, нам нужен день до Рассулмании, точнее, в день Рассулмании. Так, тут Джон Сина, Васьки сидит стопудово, как и Винс Макмен у нас сидел, как вы помните. Да, они все тут все, ну, ладно, или в Фейсбуке, или в Твиттере, ну, да ладно. Опять очередной левый разговор, который нам не обязательно слышать, отлично, да, нужно даже и слушать его. Сейчас мы заценим карт, Шон встречается с Ортоном, а мы, где мы. Я не вижу нас в списке, ладно, значит, будет что-то типа заставки или чего-нибудь типа того. Стополь Макмен с речью на ринге. Макмен, Крис Черико, has done some despicable things since capturing the title. Not the least of which being almost blinding Triple H. Last week I announced those two will meet in six days at Wrestlemania for the WWE Championship. I've decided to put the two of them into a match, where we can be sure to have a decisive winner and a definitive WWE Champion. That match will be... Эй, что за херня? Triple H вернулся! Воу! Нам еще и устроили с ним Хелл на салмач. Воу! Что это было? Чем огрел Крис Джерико Triple H? Мне показалось, это бита гигантская, как в мультиках. Я не должен был возвращаться, Triple H, говорит Крис Джерико. Хотел сделать кодбрекер, не получилось, сейчас, думаю, Педигри прилетит. Нет, это... Фух! Спайнбастер на стол и полетела китайская лапша. Ввысь. Ну, вот такие заставочки я одобряю. Triple H быстро вернулся, несмотря на то, что все кричали, что ты надел, что ты надел. Ну, Крис Джерико, а, кстати, бой и продолжается у нас, и сразу не дает мне даже встать, Triple H налетает Хайни. Хайни как-то, блин, так забавно звучит, как типа Харкни или что-то типа того, но Хайни, если кто не шарит в английском, означает высокая нога, ну или что-то типа того, ну, то есть нога поднятая высоко, естественно. Блин, да че, я не мог воспользоваться стоящим там сундучком, что за, блин, бред. Ладно, попробуем набить лицо Triple H, ну, сначала по спине, это необходимо. Но вот этот прием, я считаю, тупо делать на бэкстейдже, что это за, блин, бред. Нужно тупо гаситься. Раз уж это выглядит будет как драка, то никаких сабмишинов, только хардкор, только Хайни. Че, блин, от Triple H, и мне это не нравится, еще один, и у меня красная полосочка. Triple H поприседал, как будто ему попали в, сами знаете куда, в колокольчики. Так, Little Jimmy тут мешался ему, ага, все, заставка кончилась, ну, видимо, меня и должны были побить. Хоть у меня и не кончилась полоска, но почему так. Ну да, вот продолжается заставка, и Пич говорит, да ты че, здесь же больно, зачем так топает Крис? Во, красавчик, вот теперь Triple может и попрыгать, как я и говорил. Ливо им, ой, 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 судья, судья все спалил, походу. Какого хрена ты мешаешься? Воу, звуки прикольные. Оу, ничего себе, сальтуха. Мне кажется, если в жизни так запульнуть в автомат сколы или что-нибудь типа того, то не будет такой дыры гигантской, естественно, будет, может, какая-нибудь мятина. Ага, видимо, Triple сказал, я не закончил с собой Джерику. Блин, не удалось свалить, черт его, дери. Ну, снова у нас полосочка на середине, не самая большая. Так, Triple берет огнетушитель. Такое ощущение, как будто он и должен нас избивать. Но сейчас мы возьмем огнетушитель и немножечко остудим пыл игрока. С добрым утром. Triple H. Так, не могу попасть. Блин. Не фейсбастер. Чоп. Ну, судя по всему, мы не можем использовать предметы вообще. А вот стул, кстати. Ну, имею в виду вот те вот ящички сзади, которые стоят. Так, попробуем сейчас стульчик использовать. Уф. Сначала такой удар в живот от игрока. Да, блин, вроде бы и нажимаю этот реверс-то, но... Что-то... Triple нас избивает и избивает. Ну, вот опять, видимо, будет заставка. Ага, походу, нам нужно избить Triple H. А нет, все нормально, походу. Все по плану. Послушай, Triple, я знаю, ты недоволен тем, что случилось. Воу, зачем в камеру такому скидать? Ха, бой продолжается. Мы так, походу, уйдем куда-нибудь в реку, и кто-то поплывет. Ну, что-то типа того было когда-то в Дэби-Дэби. Так, переместились мы на парковку с коридоров раздевалок. И сейчас продолжим здесь избиение Triple H. Хотя, в основном, он нас избивает за пределами ринга и все дела. Ну, не знаю, должна ли опять дойти полосочка до красной у нас, либо мы все-таки должны одолеть Triple H. Я не знаю, честное слово. Но пока что-то как-то не идет у нас. Опять не Фейсбастер. Чоп. Приседание Triple H, видимо, болят у него еще груши. Ну, или колокольчики, я не знаю. Или, проще говоря, Гузула, в общем. Так, ладно, пах. Но, блин, опять у нас избивает Triple. Но, вот сейчас должна заставка быть, по идее, судя по уровню Хэла. Вот, но у нас вообще нет полос. Ну, видимо, мы должны избить Triple сами. Но, что-то реверс не помогает. Нет, опять заставочка, вот видим. Да я, в принципе, не против. Смотрим, что сейчас. Крис что-то очкует. Но, вот так вот ударить по руке это не очень круто. Чья-то тачка. Слопудово не Криса. Но там, конечно же, есть ключи. А Triple H пользуется возможностью микофолии перемещаться. И он быстро так появился на капоте машины. И педигри на тачку. Шесть дней, Крис. У тебя есть шесть дней для того, чтобы встретиться на Росломании. Ну, или подготовиться для Росломании. Ну, видимо, это последний рок из Аджерико в жизни. Хотя нет. Нет, Крис, ты слышишь меня? Ты в порядке? Конечно! Я просто загораю на тачке и не видишь. Ну, ладно. Видимо, сейчас будет Росломания. Да. Дорога на Росломанию все-таки заканчивается на Росломании. Это все-таки логично, да? Так, ладно, дамы и господа. Добро пожаловать на Росломанию. И что, куда нам? В Гринрум? Действительно, нам нужно зайти в Гринрум. Многие просто бегут на Росломанию, сломя голову через эти все коридоры. Но все-таки, чтобы открыть кого-то и сделав все действия перед этим, нам нужно зайти в тысячную комнату, зеленую комнату, где должен сидеть Рикистимбот. Он не сидит, он стоит, и вот этот чувачело у нас откроется. Кстати, нужно не забыть, будет провести за него матч, иначе ничего не сохранится, как это было с Грюбовщиком и Аренами и прочим друидом там Полом Бирером. Мы нажимаем на него, и, соответственно, у нас будет два матча, а не один, как вы могли сейчас догадаться. Два, потому что один против Рикистимбота. Я думаю, большинство из вас пофигу на этого рестлера, рестлера и как-то без разницы. Но все-таки я хотел больше бы открыть какого-то Винса Макмэна. Как же я забыл Винса Макмэна. В общем, Рикистимбот. В Дрэгон, конечно же. Его, по-моему, не будет в 13-й Дэбби-Дэби-Дэби. Но, может быть, он и не был в Атитудии Эра. Но, по-моему, и не был. Ну, и Крис Джерико в Дэби-Дэби-Дэби-Пояса. Вы не думайте, что наш матч будет заменен вместо три пола еще на Рикистимбот, а просто у нас будет их два. То есть, два матча на Росумании. Ну, считайте, что этого матча не было. Это так. Для понтов нужно победить, естественно, Рикистимбот, иначе он вроде бы не откроется. Я думаю, вы будете не против, если я быстро его удержу. Но, клин, я это сделаю на уровне Харт. Такое ощущение, как будто там сзади ряды театра. Вот красные такие стульчики и все такое. Кто-то мне говорил, почему ты не делаешь Мунтсоут с разбегу. Но, видите, как я, бывает, делаю облдроп канатом, либо он как-то, видите, замедляется крис-джерику и получает позадница. Но это сейчас я сам виноват. Виноват. Поздно начал Рикистимбот одеваться над дами и получает нэкбрейкер, безусловно. Вот опять этот странный чувак с Дива с плакатом. Не понимаю, для чего здесь плакат Дива. Но опять так, нэкбрейкер. Нет, это бэкбрейкер. Разницу вы уже знаете. Удар по спине. Черт. Рикистимбот делает неожиданный макки флип. Я не знаю, какой финишер у Рикистимбот. Да и проверять это не хочется, разве что только потом, когда я сыграю за него. Но я не знаю, когда я сыграю за него, вряд ли это будет сделано на запись. А может быть, сейчас он пройдет свой финишер и мы узнаем, что он умеет делать. Ну, фанаты старой эры или фанаты Рикистимбота знают, что он делает. Ну, если это тот Рикистимбот, о котором я думаю, который сейчас такой лысенький и недавно, ну, относительно, был где-то в году 2009, в 2010 еще в WWE, то это он. То я его помню, но так, что-то не знаю. Ну, имя, конечно же, на слуху, но у Рикистимбот, судя, вот так, если посмотреть на него, я хз. Конечно, я, наверное, выгляжу сейчас нубом и скажете, фу, не знаешь, кто такой. Ну, блин, не знаю. Я начал смотреть чисто увлекаться рестлингом не пропускание нового выпуска, может быть, там пару-тройку пропустил. Это с лета 2009, это все многие знают. И, кстати, нужно, наверное, сказать в этом видео, почему я не снимаю WWE 12. Многие мне, блин, пишут, наверное, каждые три видео этот вопрос в комментариях. Хотя я говорю, это тоже очень много, и всем уже, наверное, запарило это слышать. В общем, сначала, когда вышло только WWE 12, я посмотрел обзоры от Алексея, нашего админа, и мне не понравилось то, что там есть баги, и все дела. В общем, не очень много изменений, но, конечно, графа лучше, чем здесь и все такое, но мне не понравилось, и я не захотел брать. Затем, когда прошло, ну, месяца 4-5, я играл, конечно, в один, меня она очень сильно запарила, и мне захотелось что-то нового. Но я так подумал, что зачем покупать 12, если через пару месяцев выйдет 13, и вот поэтому я и не покупаю. Черт возьми, опять звонит телефон, ну, это уже издевательство. В общем, я оставляю, наверное, заставочку, и сейчас я берусь. Субтитры сделал DimaTorzok фу, я надеюсь, вы не скучали пару секунд без меня. В общем, судя по надписи, у нас открылся Ricky Steamboat, и миссия выполнена, но на 50%, потому что основную миссию, то есть победа на Расселлмании, хотя, может быть, это и проигрыш, хотя, я не верю в это, у нас еще не завершена. В общем, нужно завершить эту миссию. Крис Джерико против Трипалэша к Хэллон СЛ матч за Дэби Дэби Чемпионшем. Я думаю, выходы хоть и на Расселлмане нужно посмотреть. Просто многие жалуются, что я их не смотрю. Крис Джерико Как всегда, вот этот оборот камерой вокруг Triple H, но, правда, еще перед лицом, потом обратно и побыстрее все это дело выглядит. Дефолтный выход Triple H, все его знают, конечно же. И уже не первый раз, наверное, скажу, что неудивительно, что Triple H все время во всех играх, версиях SmackDown похож больше всех на себя. Ну, остальные тоже, конечно, похожи, но Triple H это просто практически копия. Ну, пропустим. Как будто китайский Triple H. Только мне не нравится, что комментаторы крещат больше, чем музыка рестлеров, но это потому, что я убавил музыку для меню, но не как для Титантрона. Такое ощущение, как будто я перед боем, перед тем, как зайти на то обозначение, сказал, что нам нужно защитить, точнее не защитить, а завоевать титул WDB. Ну, конечно же, защитить. Ну, если я не говорил, то, в общем, вот я говорю, что нам нужно его защитить против Triple H, который носил этот титул. Вышел Крис Джерику, я делаю Канкун с большим пальцем ноги потише. И, в общем, нам вновь показывают, что матч за WDB Championship. Ну, собственно, поехали. Хотя нет, конечно же, РФ должен показать всем. Первый раз мы видим этот титул. Вот опять, как будто трибуны пустые, но это просто нифига не видно людишек. Хотя, вон там слева видно, что пусто, вот видите, там вдалеке. Хэлл Насал Мач, я постараюсь, конечно же, сделать то, что нужно делать в Хэлл Насал Мач. Нет, не вот так вот мимо летать Triple H, а, естественно, разбить клетку. Вот мне сейчас кажется, и действительно здесь больше места, чем если зайти просто в Хэлл Насал Мач. Вот, не знаю, вряд ли это иллюзия, потому что, кроме как 11-й WDB я играл только в 11-ю. И, по-моему, сравнивать не с чем. Здесь, по-моему, больше места. Ну, есть, конечно, с чем, с предыдущими обычными матчами. Ну, может, это иллюзия, хотя, опять-таки, повторюсь, вновь вряд ли. Так, проводим неплохой, неплохую катапульту. Залезть бы лучше на турбаку, потому что если прыгнуть отсюда вниз, то больше как-то полоски накапливается. Это уже давно замеченный факт. Поплантуемся, покрасуемся. И желательно бы сейчас трипланта было разбить клетку, но у нас еще нету сигнатуры для того, чтобы сделать это. Просто швырнуть мы всегда сможем. Но, блин, ненавижу, когда нас избивают вблизи клетки, и мы не можем практически ничего сделать. Вот дропкик. Этому всегда способны. Так, ну и залезаем на турбаку. Так вот даже развернуться успел я. Немного дурацкий прием. Так, что-то трипл задумал, похоже на бэкбрейкер, действительно. Так, ну, зря я, наверное, сразу спустился сюда. Нужно было немножечко побиться на ринге для того, чтобы дезориентировать трипл эйща. Но мы можем здесь ему поделать всякие суплексы, например. И всегда я люблю прыгать вот так вот. Но, блин, да, очередной раз я не попадаю этим самым прыжочком. Блин, конечно же, еще усложняется это все тем, что трипл эйщ постоянно реверсирует. Сейчас, возможно, да, будут сломанные лестницы. Мы спрятались. Нужно бы залезть под ринг, чтобы вылезть с другой стороны. Но, черт возьми, мы не Хрансвагл. Вот, теперь очередь трипл эйща прятаться. Уже здесь нельзя залезть на клетку. Спросите вы, зачем? Не знаю. Отвечу я вам. Так, в трумбаку, что ли, запульнуть хотели? Отдавайте, получим живот с ноги. Да, блин. Трипл отвали. Ну ты че? И все, у нас, короче, плющит. И шарашит. Бежим, 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 бежим. Красавчик. Клоузлайн. Еще один? Не получится. Реверс трипл эйща и че? Ненавижу. Давай-ка залезем на ринг, дружок. Ну сначала с ноги в башку пирожок. Так. Биг Бут. Коннекс. Конечно. Соединение Биг Бут. Это типа как соединение Wi-Fi, только соединение Биг Бут. Так. Лайн Солд. Без этого никак. Пинок под страку. И красотульки. Классно я срежиссировал, да? Просто... Ах ты! Да! DX, типа. Но я не умею делать никакие жесты, кроме как стучать себе по груди, как Тарзан, и поднимать руку вверх. На всякий случай, а выкачусь и возьмем-ка стульчик, что ли. Сюда иди. На! Классненько. Так. Ну, трипл блин опять своими оплеухами. И не дает нам нормально захватить инициативу и мир в свои руки. Не дает нам доказать, что мы best in the world at what we do. Или как это сказать. Так. Очередной лайн. Солд. Замечательный еще вот такой прием, когда бежишь на турбаку и вот так вот... Ну, у каждого рестлера это по-разному. У Криса Джерико это похоже на кроссбадди. Хочу я, блин, сделать опять ту штучку, когда... Ну, если вы помните, в четвертой части... В Хелмесе... Ой, нет. В олиминейщембер матче я сделал какую-то забавную штуку с удержанием. Так. Это явно не стик туда, не стик туда. Может быть, сюда. Нет, это бэкбрейкер. Но у меня не остается вариантов, как сделать прием на стик вниз. Но я говорю, здесь многие всяких возможности сделать приемы. Но в основном я делаю одни и те же, но не потому что мне так нравится или потому что действительно хочется разнообразия. Но, блин, я не знаю, как сделать другие. Это нужно много лазить в управление. Смотреть, как там, что нужно делать. Стик сюда, еще плюс нажать какую-то кнопку. Потом правый стик. В общем, по идее все просто. Но, как я уже говорил в каком-то из выпусках. Опять за дороги на Росломане за Криссу Джерику. Каждый игрок играет на свой лад. То есть, кто как привык, тот так и действует. Ну, я привык как-то вот. Как я привык, в общем. Никак не объяснить, как я привык. Стараюсь, конечно же, я всегда разнообразен. Потому что сам понимаю, что смотреть на одни и те же приемы не интересно. Я не глупый. Но, блин, вот когда вот так вот херачит, я не могу серверсировать. Что мне поделать? Вам, наверное, нравится, злорадствуете. Что я нифига не могу сделать. Но, я уверен, что многие из вас тоже так же хотят, чтобы мы сломали клетку. И кто-то вниз полетел. Он думал, что, блин, Силкейдж матч, точнее, хеллмсел матч без сломанной клетки, это не хеллмсел матч. Так же, как рестлинг без стула, это не рестлинг, как я уже говорил, и все такое проще. Да, блин. Вот мне опять миллиард лет копить на чертову сигму или финишер. Уж тем более. Возможно, я что-то смогу сделать на ринге, но никак не за его пределами. Ну, видите, у нас еще и стул отжали. Мистер Гопникс Трипал Эйдж. Стул отжал, и все. Зайдись. Так, не то. Блин. Простите, кто не любит, когда я матерюсь. Ну, блин. Как-то вырвалось, в общем. Раньше помню вообще, как записывал мне слово с матом. Эй, блин. Ты что творишь? Так, не обращайте внимания, что я сейчас крикнул. Просто КТ рвет диван, который, блин, новый. Вот я расскажу, и тебе пизделей ставят предки. Ну, ладно. Так, Целибрал Ассессин, да, говорите? Ну, вот сейчас этот Целибрал Ассессин получит удар с развороту. Ну, я ответил Джерри Лоулеру. Бест Ви Роул, блин, что-то я сказал тупое. Бест Ви Роул. Хотел сказать, best in the world at what he does, сказал Джерри Лоулер про Джерри Лоулера. Но вы сейчас не ослышались, я ступил специально. Сказал Джерри Лоулер про Криса Джерри Лоулер, естественно. Ну-ка, получай, стулом не долетел. Стул до Трипака, до игрока, до носача. Ну, не люблю, когда Трипла называют носом. Я это уже давно говорил. Есть сигнатура, но есть и реверс Трипал Эйща, кто бы сомневался, нужно мне сказать, я думаю. Сейчас тоже не удалось реверсировать, нас кидают на яичные качели. И удержание от Трипал Эйща, но хрен тебе. Вот этого я, кстати, и боюсь, что когда делают неожиданное удержание, я не могу попасть. Перед этим, когда имею еще грандиозные планы на разрушение клетки или что-нибудь типа того. Да получи ты. Не получится, сейчас будет реверс. Ну-ну. Самая дробь. Еще и на стул. А Трипал Эйща, а мы внизу. И мы крутые певцы. А Трипал Эйщ иди сюда. Он идет, но с другой стороны. Но, блин, если мы возьмем лестницу, мы вообще будем супер быстрыми. И так, блин, ни сюда не бегем. Ну иди сюда, что ты ближе, лапуля. А теперь получай! На! А теперь вот так вот. Получи подушку. Мягкую игрушку. Вот, блин, здесь нельзя на стик, кстати, вот внизу стоя, ударить Трипал Эйща вот этими лестницами. Нужно сваливать в матрицы. Перезагрузочка у нас. Опа, а мы уже сзади. А ты не развернешься быстро с лестницами. Блин, мы устали. В подставах. Ну как? Вот в подставах, ну чистой воды. Да ну хорош, вот только встал и сразу получили мы. Так нечестно. Получай по глазам, я тоже буду действовать нечестно. Да блин! Нельзя повторять. Трипуля. Все-таки не угомониться никак. Вот получи! Фелпс! Кто-то сказал Фелпс, но мы здесь не в плавание играем, а в рестлинг. Трипл Эйща. Ну уже! Где же наша сигнатура? Мы видим только реверсы, блин, Трипл Эйща и усталость Криса Джерико. Почему, блин, Трипл Эйща не устает, я не понимаю. Хотя, может быть, он и не носится, так как мы. Он получает поздиньком только своим. И реверсирует. Больше ничего не делает. Какой больной удар в ногу. Почему? Я же нажал на стекну. Сейчас опять, блин, будем 500 лет копить. Конечно, я понимаю, если я закончу бой, то многим не понравится, что я не сломал стул, не скинул кого-нибудь с клетки или не сам не слетал вниз. А если я не буду заканчивать, то кто-то будет жаловаться, что, блин, ты долго очень не застоял, ничего тебе не получалось, надо было завершать. Ну, в общем, всем не угодишь. Также есть вообще, который мне нифига не нравится. Вот сегодня, допустим, был пример какой-то чувачелла. Вообще, Левый первый раз его вижу с упоротым Винни-Пухом на Ави. Написал, типа, под каким-то там видосом в Гимаксе, первый раз был у Мистера Микс, что-то уйняю, в общем, видео. Типа, типа, я с такими справляюсь или я что-то таки хвалю за 7 минут. Но я не понял, с чем это было связано. С тем, что видео было длинным, и я специально не побеждал, потому что, ну, сами знаете, что короткие видео – это тупо. Либо он понтовался, типа, с собой, что он делает это в реальности, типа, ложит все за 7 минут. Ну, дебил, короче, какой-то. Ну, я уверен, что он писал про, все-таки, про бои, типа, он быстро выигрывает и все дела. Я не помню, какая сложность была в первый раз, где был Макс и Мистером Икс. Ну, в общем, это не важно. Парень дебил и хер с ним. Также, кстати, на ютубе под каким-то видео я очень много веду диалог с каким-то чуваком. Сначала один написал, типа, про больную тему, почему ты, типа, не смотришь интернсы. А там был матч с Шеймусом, что-то Ортон и что-то кто-то еще, где у меня не получалось что-то сделать, я начал заново записывать без выходов уже, то есть нажав рестарт. И там, в общем, развилась тема насчет этих выходов. Первый чувак, который мне это написал, он вообще ушел и перестал разговаривать на эту тему. А пришел другой и начал качать права. Да, ну как качать? Он, типа, начал говорить, да ты стараешься для людей, для нас, слушай нас, делай как мы хотим, типа, показывай выходы, ты, типа, отстойный чувак и все так далее. Я ему что-то ответил, типа, ну, все эти выходы всем надоели, это единственный видос, наверное, за последнее время, где я не смотрел выходы, на что он мне что-то начал отвечать, тебе просто лених. А, то, что мы их все видели, это не значит, что их не нужно показывать, то, что они все дефолтные, типа, я ответил, ну, они и есть дефолтные, поэтому многие не хотят их смотреть. Потом чувак мне написал, что, типа, так, тебе просто их лень отредактировать, или ты херово играешь, короче. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Хотя он мне вообще тут пришел какой-то левый чувак и начал указывать, что делать. Зашел я к нему на видео, в общем, на его канал. И там, в общем, видео, которое он снимает тоже по рестлингу. Короче, ставит какую-то, наверное, камеру или вообще аппарат или телефон какой-нибудь 80-х годов домашний. И снимает, в общем, с телевизора то, как он играет. Ну, судя по чуваку, ему больше, наверное, точно 16, может быть. Может быть, он спорше меня, я не знаю. Короче, странный парень, который, блин, советуют все. Я так почитал его комментарии. Он хейтит все видео подобные, типа, вот, игровые, кто записывает. Там что-то троллит кого-то. Ну, как троллит, я не знаю. Короче, придирается. Если я начну смотреть его видео, я просто хири. Я начал смотреть его видео и отпало желание. В общем, там что-то, бормотание какое-то при темных заставках. Я вижу его на его телевизоре, блин. И этот чувак еще какие-то советы дает. Да проще с таким не разговаривать. Он вообще не понимает. Типа, делает правильные вещи, наверное. Он так думает. Типа, для людей, старайся, все дела. Ну, блин, единственное видео, где... Я, в общем... Ну, не включил интернсы. Иногда же я их показываю все-таки. Если вы хотите, я вам скину ссылку на это видео. И почитайте сами, в общем, эту переписку. А если, чувак, ты меня смотришь, то вдумайся в свои слова. Ты реально неправ. Если слова, которые я сейчас тебе говорил, типа, снимаешься с телевизора и так далее, обидны, то уж извини. Это действительно, ну, неинтересно. Я тебе сразу скажу, я начал смотреть, ты увидишь, так, бормотание. Ну, да ладно. Я сильно отвлекся от вообще боя этого, который сейчас проводим. И, блин, я чувствую бесполезно пытаться разбить клетку, открыть дверь. Точнее, которой нету здесь. Слава богу, она будет присутствовать в 13-й. Даби-даби-и. И мы не будем париться коплением финишера и, блин, всем прочим дерьмом, чтобы открыть клетку и выйти из нее спокойно. Мы просто откроем дверцу и свалим. А пока я чувствую, нужно просто сделать свою работу. Например, LineSault. Почему бы нет? Эксклюзивный LineSault. Есть у нас сигнатура. Я думаю, провести нужно хотя бы одну Triple H. Walls of Jericho. Я надеюсь, он сейчас не сдастся. Все-таки разбить клеточку хочется. Либо стол комментаторский, запульнув Triple H от клетки. Вот видите, он даже сам вырывается. Возможно, он должен выиграть. Я не спорю и не удивлюсь, если так и будет. Все возможно в этой игре. Я чувствую, пока мы сейчас тут будем биться, у меня пропадет к чертям финишер. Давай, давай, давай. Угу, конечно. Захотел. Ну все, нету финишера. Короче, я так загашу Triple H. Простите, те, кто хотел, чтобы я разбил клетку сверху, либо скинул Triple H на стол, либо чтобы хоть кто-то из нас улетел. Простите, я не смогу этого сделать. Triple H слишком читерский, чтобы с ним делать такие вещи. Дробки. Залезу я на рынке, потусуюсь тут. Ну-ка, лови стол. Красава. Ну блин, ну еще мы долго ждать будем. Три пуля. Валсу Джерико тебя ждет. Блин, подарок по спине меня ждал, а не Валсу Джерико Triple H еще. Ага, читерский реверс от меня. Ух ты, какой нэкбрейкер. Мы пользуемся этим нэкбрейкером и проводим Валсу Джерико. Стены Ерихона. Я отпущу сразу Трипла, для того, чтобы провести ему Коудбрейкер. Да, блин. Он что, действительно должен выиграть? Потому что нереально реверсировать постоянно. У меня уже башку разбило. И чё? Чё это было? Я не мог сделать финишер ему, когда он поднимал руки, танцует Чунгачангу какую-то. Блин! Сколько? Пять раз подряд наверняка. Он сейчас реверсировал. Вот если я проиграю, будет написано реванш. Это по-любому. Хотя, это не по-любому. Это я тупо... Ну, не знаю, как сказать. В общем, я недоволен. Я должен выиграть по-любому. Но почему-то, блин, не даёт мне даже финишер провести Трипла Эйч. Сигнатурку да даёт. Ну вот финишер всё никак не выходит у меня. Ладно. Валсу Джерико очередной. Потянем подольше. Может быть, сдастся. Трипл Эйч всё-таки... Это Росалмания у нас какая-то... Сабмишная. Не знаю, есть ли такое слово. Вряд ли. Опять не даёт. Вот смотрите, что мне сделать. Я не знаю. Многие скажут, да ты нуб там, кто первый раз меня посмотрит, допустим, с четвёртой части дороги на Росалманию. Есть такие люди, которые смотрят сразу к концовку. В общем, напишут, что я нуб. Но, блин, сами возьмите, поиграйте. Такое ощущение, что я на Легенде играю против гробовщика. Нет, дорогие друзья, по-моему, я должен проиграть. Ну, как бы это ни звучало, я, блин, думал, что это какая-то новая... Новый приём. Ну, пусть он мне сделает удержание, я проиграю. Нет, я не хочу этого. Ну, блин, да как? Что мне нужно сделать? Он меня опять избивает до потери полоски. Не сознания, не пульса, а до полосочки. Обычные полосочки хелфов. ХП или что-нибудь типа того. Ну. Сворачивание. Может быть, так получится. Я надеюсь, это я свернул, а не три полоски, а то здесь такие странные позы. Я победил на случайном сворачивании, которое я нажал. Это, видимо, R2. Всё лицо в крови. Blade. Надеюсь, мне не выпишут за это штраф. Привет симпанку. Хотя, вроде и не привет. В общем, всё-таки Джерико заслужил чемпионшип WWE. WWE. Тут даже Big Show появился, хлопает, который мне что-то будет интересно. Вы можете не любить Криса Джерико, но вы должны уважать его. Хорошая фраза, мне она всегда нравилась. Да ладно! Big Show поздравляет меня. Я ему две подставы подвязь сделал. Я его выиграл, плюс я помог Сантину Мореллу победить. Проиграет Сантину Big Show. Он ещё и меня восхваляет. Но я чувствую, сейчас я получу. Нет. Это, это... Это что? Джерико не понимает. Что-то вкололи. Big Show, по-моему. Что это такое? Это Electric Chair. О! О! У меня чуть Джостик не улетел, который лежал в очке. Вот что происходит у нас. Close line. Да, именно close line. И сваливает Big Show. Он помог Сантину... Ой, не Сантину, а Triple H. Triple H. Перетитул и что, хочет свалить? Не. Подавись, говорит. Наверное. Triple H. Крис Джерико выиграл войну, но немножечко смазалась у него концовочка. Ну, видите, Triple H себя в обиду не даст. По-любому он повлиял на ход этого сторилайна и сам придумал его. Потому что Triple H, как вы знаете, лицемерный человек, он всегда себя восхваляет. Ну, ладно. Не будем об этом скажем хорошим. Крис Джерико, даби-даби и чемпион. В общем, такая получилась дорога на Рассулманию. Всем спасибо тем, кто меня смотрит. Что остается сказать? Подписывайтесь, комментируйте, вступайте в группу. И я ухожу, может быть, на небольшой отпуск, а может быть, и будет какой-нибудь... Ну, как отпуск, сами понимаете, связан с учебой. В общем, может быть, будут какие-то видео до Слендера или после. Ну, а я с вами прощаю. Всем спасибо за просмотр и за времяпровождение со мной. Всем спасибо за просмотр. Я говорю это миллиардный раз. Просто, действительно, всем спасибо, кто меня смотрит. Ну, всем покеда.